Процедура измерения давления прямо в холле 2-й Брестской поликлиники моментально вызвала интерес у проходящих мимо пациентов. Желающих узнать верхний и нижний порог своего артериального было немало. В основном, женщины бальзаковского возраста. Тамара Гурец тоже мимо не прошла. Проблемы с давлением начались примерно 10 лет назад, поэтому лишний раз узнать, как работает жизненно важный орган, считает своей прямой обязанностью. В данный момент есть немножко сбой сердца, ритмия немножко большая. Бывает 100, 110, 80. Только уже померила ритмия 90. Пью таблеточки, контролирую. Кстати, мужчины так и не отважились сегодня повлиять на цифры статистики. Привыкшие терпеть боль в сердце и не только, они редкие гости на приеме у кардиолога, не говоря уже о профилактических акциях. Это, кстати, касается и молодых людей, которые предпочитают не обращать внимания на неприятные ощущения в области груди. Отсюда печальная статистика не только в нашей, но и в других странах мира. Если говорить о цифрах, то порядка 300 тысяч из нашего населения, миллион 200 примерно по области, страдает болезнями системы кровообращения. Конечно, с одной стороны, отрадно, что эти пациенты выявлены, охвачены медицинским наблюдением, с ним проявляются меры профилактики. Но с другой стороны, печально то, что люди получили эту патологию. То есть к нам они уже обратились тогда, когда не смогли вовремя отреагировать на факторы риска развития этих событий, когда не смогли вовремя их откорректировать, когда ввели неправильный образ жизни. Гиподинамия, курение, ожирение, повышенный уровень холестерина – основные причины приобретенной патологии, которые приводят к кишемической болезни сердца и, как следствие, инфаркту миокарда. Поэтому неудивительно, что кардиологи бьют тревогу и пытаются донести до населения, что их здоровье в их руках. И если уж и возникло такое обострение, как мы часто любим, само пройдет, ну выпить таблеточку, ну обезболить. То есть каждый час, когда пациент затягивает эту ситуацию, не обращается в скорую, не госпитализируется, значимо в проценты до 25% повышает риски осложнений и проблем. И снижает возможность нам помочь, в медицине помочь этому человеку. Поэтому, пользуясь возможностью обратиться, хочется сказать, что максимально быстрое обращение за скорой помощью здесь очень важно для таких пациентов. Учитывая высокий процент пациентов с проблемами сердца, акции по профилактике сердечно-судистых заболеваний проводятся чаще других. Юницкая, скажет здоровому сердцу, да, третья по счету в этом году. В ее рамках во всех поликлиниках и административных учреждениях города квалифицированные специалисты измеряют артериальное давление и проводят консультации по факторам риска развития заболеваний в области груди. Кто сегодня не успел дойти до местной поликлиники, может сделать это завтра с 10 утра до 3 часов дня.